Всем привет, я Даша и это традиционно прочитанная за месяц, в том числе я прочитала книгу, которую сама же написала в ноябре в рамках марафона Нана Райма о блокадном Ленинграде, называется Перо, я оставлю ссылку, где её можно будет скачать. Платно. Ну, вы сможете зато прочитать знакомительный фрагмент. Ну, конечно, на своё же я не буду оставлять отзыва. Я вам так скажу, что это сыро, тускло, бледно и вообще никак, я вообще не знаю, о чем я вам это говорю. Как бы то ни было, перейдём к серьёзной книге, которую называли «Серьёзные издательства», а не вот как я. Итак, болезнь отменяется. Вот такая вот книга называется «Простые изменения образа жизни для профилактики заболеваний». Обложка здесь мягкая, формат такой достаточно крупный, вот по сравнению с традиционной книгой. Я вам покажу, вот, видите. Держать в руках очень комфортно, единственное, я боюсь за мягкую вложку. Здесь есть упражнение, если её постоянно использовать, как бы она ни пострадала. Открывается она вот так вот, как тут есть, шрифт удобно читаемый. Вначале есть, эта книга принадлежит контакту владельцу, то есть то, что мы привыкли видеть в обычных ежедневниках. А в конце есть поля, называется «Для новых идей». Ну, в принципе, вы можете выписывать то, что прочитали в книге, хотя для меня вписывать в книгу, даже если для этого есть специальные поля, что-либо, не карандашом, разве что только им. Это, ну, просто вот тот, кто делает, они обычно заслуживают такой мой осуждающий взгляд. И вряд ли я буду применять, я не применяла в таком ключе это поле, я просто всего писала свой читательский дневник. И, как можно судить по названию, это книга о том, как предотвратить заболевание. Весьма познавательно, хотя есть иллюстрации упражнений, есть рецепты. Другое дело, что не в каждом магазинчике вы найдете ингредиенты для этих рецептов, а упражнения, иллюстрации для них не такие вот уж прям подробные и показательные, а просто вот что бы было. Это все очень интересно читать, если бы не несколько «но». Во-первых, человек рожден хищником, а здесь авторы ратуют за вегетарианство. Насколько мне известно, если не ошибаюсь, белок не восполнят никакими фруктами и овощами, его можно добыть только в мясе, именно в том объеме, которое нужно организму. Я знаю, вегетарианцы с ним не согласятся, скорее всего, мне даже один вегетарианц пытался унушить, что человек не рожден мясоедом, хотя испокон веков, сколько вообще существует людей, всегда были охотники на заре веков, которые за мяском охотились. И когда автор написал, что вот, а на самом деле это миф, что только в мясе нужно количество белков, то есть я, может, и не права, я не специалист, но все-таки меня это несколько покоробило. Также меня покоробило, что авторы ориентируются на китайскую народную медицину как на образцовую, то есть как на образец для подражания медиков вообще всего мира. Да, действительно, китайская народная медицина, в ней есть интересные штуки, которые действительно помогают, помогают даже лучше, чем современная западная медицина. Но в том же время все-таки не стоит вот так вот ее идеализировать и ставить перед собой как вот прямо образец для подражания. Все вот эти моменты, они понижали мой уровень доверия к этому, к написанному. Здесь достаточно много информации на научном языке, авторы пытаются ее как-то расшифровать, дать расшифровку терминологии, но я бы не сказала, что в моем случае это особо помогло. Также еще, что подорвало мой уровень доверия, непроходимое ощущение, что авторы рекламируют страховые и медицинские компании, полностью произносятся их наименования, чуть ли не контакт телефонов даются, хотя нет, не даются. И как-то вот меня поеживаю, вот это ощущение рекламы тоже понижает уровень доверия. В целом интересно, познавательно, на один раз прочитать, почему бы и нет. И дальше книга, которую я расскажу, это «Снежная королева». Так вот она выглядит. Автор Майкл Каннингем. Я бы и рада вам рассказать, о чем эта книга, но я так и не поняла, о чем это. Жили-были два брата. Один из них нетрадиционный сексуальной ориентацией, другой наоборот. И кое-кто из персонажей пользуется, принимает наркотики, наркотические вещества. И вот один из этих братьев, ему кажется, не буду отрицать, что возможно под влиянием этих самых веществ, потому что он видит что-то про Майне, и вот с этой идеей он на протяжении всей книги носится, как курицы, которые отрезали голову. И я сейчас сидела и думала, ну, может быть, надо дочитать до конца, может, в финале. Ну, бывает же такое, что вроде читаешь ничего такого презентабельного, выдающегося, а в конце находится нечто такое же, ты читаешь, у тебя вообще всё в голове переворачивается. И ты так, ааа, так вот что это было, так вот для чего всё это, ну, к чему всё это шло, ой-ой-ой, там гинь, шедевр, ааа, вот. И нет, чудо не случилось. Вот в самом-самом конце, буквально в последней четверти книги был момент небольшой такой, когда я, знаете, думала, вот, вот, вот поди, а ну, вот ради чего я терпила все эти мучения. Потом я такая, а нет, показалось. Язык неплохой, да, и единственное, что равняется «Снежной королевы» Андерсона книгу, это то, что вот в самом начале главного героя попадается ринка в глаз, и как будто бы, и в конце вот тоже этот маневр повторяется, и всё. Ну, тут есть посвящение, есть, ну, не посвящение, а такой эпиграф, что ли, отрывочек коротенький из книжки Андерсона, я вообще не поняла, зачем он здесь, ну, в общем, как-то я не подружилась с этой книгой. Захотелось мне, видать, на этой почте перечитать что-то вот действительно сказочное, вот прям вот сказку-пресказку. И схватила я «Приключения в стране чудес» Льюиса Гэрролла. Это, кстати, его псевдоним. У меня вот такое шикарное подарочное издание. Здесь шикарнейшие развороты, с кучей потайных каких-то штук, секретных окошечек, даже игра. Тут есть одна карточная викторианской эпохи, можно позабавляться, поиграть. Это лагущее издание, и со временем дарила его маме. Она очень любит эту сказку. Я большим удовольствием перечитала. Классика. Даже если вы не читали эту книгу, вы наверняка видели одну из многочисленных экранизаций, в том числе мультипликационных, в том числе, может быть, советскую. Их существует невероятное количество, множество. И здесь полагаю лично какие-то комментарии излишни. Далее, летоисчисления от Иоанна Алексея Иванова. Это посвящено эпохе Иоанна Глазного, Иоанна IV. Но здесь, скорее, показаны не какие-то исторические события, а показаны его психические патологии. Скажем так, что этот человек явно неадекватный, что у него что-то случилось с психикой, потому что человек, у которого всё хорошо, он не будет так себя вести, скажем так. И очень ярко здесь это иллюстрировано в текстовом виде. И вот абсолютно случайно. Я никогда не читаю аннотацию книг, потому что некоторые люди, которым надо было руки оторвать за их аннотации, составляют их таким образом, что это вопиющий спойлер. Спойлер, спойлер, спойлер погоняет, поэтому я как-то стараюсь этого не делать. Ну, тут у меня просто глаз упал, я очень быстро читаю, и для меня увидеть что-то, это равнозначное тому, чтобы прочитать. Я вот начала читать, я просто не могла оторваться от этой аннотации. Сижу, читаю. Думаю, ой, шикарнейшая аннотация, сам автор её написал. Я думаю, что-то здесь не так, слишком отлично. Но вникает издательство АСС и контролировало публикацию свою книгу не той иной, как Елена Шубина. И что вы думаете? Я открываю первую страницу. Это действительно издательство АСС и это действительно редакция Елены Шубина. Браво, просто. Я очень уважаю издательство эту женщину талантливейшую. И всем рекомендую. Это, кстати, не последняя книга из-под её редакции, которую я сегодня покажу. Но мы, тем не менее, двигаемся дальше. Я вам в предыдущем своём видео показывала эту книгу. Просто находка месяца. С длиннейшим названием. Сейчас, подождите. Древняя магия. А драконов и оборотней до зелий и защиты от тёмных сил. Автор Филипп Матышак. Прошу прощения, если понесла по-миллию не верно. Этот чувак непросто и мимо проходил. Он закончил Оксфорд по Риму. И он в теме всего, что касается линской культуры и линской культуры. Здесь есть изумительнейшая закладочка. Вот она хвостиковой виляет. Надеюсь, вам видно. Здесь и есть множество иллюстраций. Совершенно шикарно, что глава... Название глав... Вот, название глав, оно на греческом, а потом на русском. Это совершенно шикарные. И название, которые обещают что-то, что преподают в Хобарте, из Патриана. Здесь правда рассказывают, как древние греки. Ну, вот, как они относились к определённым магическим отраслям. Там порча, сглаз. Здесь, отсюда вы, кстати, узнаете, откуда Толкин взял Хоббита. Вообще, то есть, увидеть что-то такое знакомое на Боли. И это не то, как колдовать, а вот действительно знания из истории, культуры древних людей. В том числе, в Египте здесь есть встречаются знания. Правда, больше такое, греческого периода, когда там греки заправляли. Но, тем не менее. И у автора совершенно чудесное чувство юмора. Я вам крайне рекомендую, даже если вы не изинтересованы этой темой. Вам определённо понравится. Подойдёт даже на подарок кому-то. Хотя, по глушке не скажу, что это там какое-то явно подарочное издание. Но содержимое здесь просто шикарнейшее. Поэтому, если в вашем кругу есть человек, который рисуется эллийской культурой, эллиймской культурой, в общем, историей, чем-то магическим, которым нравится та же самая Патриана. Берите, человеку понравится. Эта книга, хоть и документальная, но она так невероятно подана, что просто зачитаешься. И человек, которому документальная литература, в принципе, при Оле не нравится, он придумает, он изменит свою точку зрения. Далее. Самая спорная книга, наверное, будет 2021 года. На данный момент текущего месяца. Хотя с ней может поспорить Степнова. Плейлист волонтёра. Здесь есть такая манжетка бумажная. Она снимается. Подождите, как бы это красиво сделать на камеру. У меня так не получится. А вот, 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 снимается. Здесь написано, где? Содержит нецензурную брань, 18+. Чтобы вы понимали. В летоисчислении от Иоанна тоже 18+, тут потому что есть сцены убийств, такие очень красочные. И тоже написано сзади, содержит нецензурную брань. Я понадеялась. Но между тем, здесь её нет вообще. И поэтому я понадеялась, что в плейлисте волонтёра будет такая же ситуация. Ну, конечно, как бы не так. С самых первых строк автор меня шокирует таким обилием мата. Это не просто нецензурная брань. Это конкретный мат. Причём, знаете, у меня есть подруга, очень хорошая подруга, очень хороший человек, она гениально готовит. Юля, привет. Она матерится. Вот я сама не особо использую подобный жаргон. И мне немножко режет слух. Когда кто-то, моё присутствие, начинает это использовать. Но она так красиво матерится. Ну, просто заслушаешься. Это не тот случай. Вообще, забегая вперёд, хочу сказать что-то хорошее в этом видео. Если бы не мат, я бы сказала, что это шедевр. Это шедевр. Это о том, как люди ищут, волонтёры ищут пропавших людей. Это и бабушки, это и дети, это сбежавшие из дома, это люди с деменцией. Вот как осуществляются их поиски без прикрас. Свою реальность, как она есть. Меня немножко сначала смутили, что автор поливал бранью определенные правоохранительные органы, обвиняя их в некомпетентности. Мои родители, ух-бам, и папа в полиции работал, мама в следователе прокуратуре. Меня это покроет, мне просто стало обидно за родителей. Думаю, ну как так? Не надо же всех мерить одной меркой, под одну к ребёнку, и т.д. И как бы я дала маме, говорю, мам, нам почитай, неинтересно, что ты скажешь. И знаете, что она сказала? Он абсолютно прав. Это шедевр, ребят, правда. Вас не смущает нецензурная брань. Просто обязательно по чтению. Это шедевр. Ну, кроме того, что это шедевр по сути своей, здесь достаточно слабая редактура. Что-то я у себя в логе грозила, что я не буду рыгаться на книги с редактурой, потому что в своей книге о блокадной грани под названием «Перро. Минутка рекламы» я сама ею занималась, и я не очень грамотный человек вроде. И у меня на ней есть пометка, что с сохранением пунктуации орфографии автора. Но здесь этой пометки нет. Это издательство издавало, а не сам автор. Поэтому я чуть-чуть поворчу. Во-первых, здесь встречаются какие-то такие ошибки. Хотелось бы видеть единую стилистику. Вот, например, буква «Ё». Мы все знаем, что не все книги её печатают. Ну, ладно, я с этим смирилась, хотя я сторонница этой буквы. Но здесь она то пропечатывается, то нет. Хотелось бы всё-таки видеть единую стилистику. Неправильно называется некоторые лекарства. Ну, в принципе, и бог с этим. Мат, ещё раз, маты, 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 перематы. А ещё автор, ну, не хотелось бы об этом говорить, но он как будто бы рекламирует алкоголь и наркоманию. Сам принимает и то, и другое. Просто вот днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругу. А уж и постоянно говорит о женщинах в том ключе, что они очень охотно вступают в половую связь с мужчинами. Хотя сам всё, что движется и не движется тоже. Но при этом шедевр. Вот если он уберёт алкоголь, наркотики, маты и позиционирование, что все женщины очень охотно развигают свои конечности с определенной целью и собственные похождения, и оставить только вот суть, то да, будет шикарно. А, кстати, ещё диво дивное, что он рассказывает не только о волонтёрской работе, а о своей жизни. И это отличается разными шрифтами. Здесь есть квадрокод, по которому, если вы перейдёте, то увидите видео обращения самого автора, в котором он предостерегает, кому книгу не стоит читать. Очень жаль, что он это не указал ни в аннотации, ни в предисловии хотя бы, потому что я попадаю под эту когорту. Ведёт к музыке. Тут, кстати, каждая глава – это название какой-то песни. В общем, шикарная вещь, но книга неоднозначна, так как я не люблю цизотную драму. И, кстати, по скриптам не показалось. Ну, показалось, ребят, может быть, просто показалось. Я не утверждаю, что он гомофоб. Всё, переходим к следующей. Тоже очень спорный экземпляр. Степнова, сад. 19 век. Такая женщина, которая уже неприлично по возрасту имеет детей, приезжает в имение и обязательно беременеет. И, собственно, эта книга, она рассказывает о том, как проходила беременность, как он сребёт, что из этого вышло вообще в целом. У меня после прочтения было ощущение, что я подержала в руках гибрид таракана и чего-то ещё мерзкого. Что бывает мерзкое, кроме таракана? По кофрине боюсь. Ну, в общем, вы меня поняли. Это совершенно шикарно. Это полностью вас поглощает. Здесь слуг. Это очень талантливая женщина Степнова. Хай живи вечно. Потрясающий талант. Просто перо необычайное. Захватывает сюжет. Не оторваться. Просто выпускать книгу из рук не хочется. Хочется. Все дела. Вот ходить просто вот так вот с книгой, перед глазами и все дела делать. Но ощущение после неё мерзкое. Это очень сильно. Это очень мощно. Я бы очень рекомендовала читать книгу людям, которые находятся в депрессии. Не просто в плохом настроении, когда, ну, всё печально, всё грустно. А вот именно, когда диагноз депрессия, лучше... Да, Ледовенька, я хотела. Полинок, как и нет. Ручки мои дошли до флаг, о чём весь город говорит. Сначала может показаться, что это просто жизнеописание небольшого городка. Это вообще фишка писательницы, писать о небольших городках её жителях. Но, на самом деле, чем дольше читаешь, тем больше понимаешь, что эта книга очень необычная. Дело в том, что, ну, все люди рано или поздно умирают. Кто-то от несчастных случаях, кто-то от болезней, кто-то просто от старостей. И внезапно выясняется, что они... Задрубная жизнь немножко не такая, какая мы представляем, а вот какая именно, вы узнаете, прочитав вот эту книгу. Начинается всё с того, как вообще появился этот городок небольшой, прямо с 19 века, что приехали люди из скандинавских стран, вот заложили этот городок небольшой, как стали появляться первые магазины, первые какие-то большие улицы, торговые центры. Это вот просто описание целой эпохи, начиная вот с 19 века, с основания городка и заканчивая буквально 20-м. Здесь такие упоминаются исторические события, как изобретениями братьями Райтых летательного аппарата, кинематограф, политика. Вот это всё здесь покасательно, слегка оно затрагивается, это очень интересно читать, и слог совершенно шикарный. Это вообще Фенни Флэг входит в список автопокупаемых моих авторов. Рекомендую очень. Также я прочитала по рекомендации Манюня, автор Наринеп Горян. Пока я читала, мне казалось, что всё хорошо. Вообще, это что-то вроде, вот знаете, Денискины рассказы Драгунского. Вот это вот папа решает, мальчик сдаёт. Вот это вот потом фраза, к сожалению, точно не процитирую, но, в общем, рано или поздно вся правда всплывает. И, ну, только здесь как бы не мальчик, выступает главным героем от девочки с её подругой. Живут они на востоке, в восточных странах. Вот я пока читала, в отличие от Денисовских сказок, у меня не было вот это вот ощущение, что мне это знакомое, что я всё это тоже переживала. Но я человек как бы западный, я в России же живу. И думаю, ну, может быть, разница вот стран, культуры сказывается. И пока я читала, в принципе, слог хороший, читается в один присест, очень легко и быстро. И всё было хорошо. Хотя вот, многие пишут, что ой, это так шикантно, так позитивно, так прекрасно, так непередаваемо, это там просто восторг, любимец года и так далее. Я не то, чтобы не разделяла эту точку зрения, ну, просто, да, приятная вещь, почему бы и нет. И когда я писала лицензию на Лефлибе, и я тоже хорошо выразилась об этой книге, поставила четвёрку, ну, чем больше времени проходило. Послевкусие было у меня, конечно, не как после Степновой и её сада. Но такое вот, тоже, знаете, хотелось поёжиться, потому что, во-первых, кто, как тут одна из взрослых женщин поступила даже, бог с ней, что она так сделала со своей внучкой, это как бы её семья, в конце концов, не ампутировала же она и ничего, вот, но она поступила так с чужим ребёнком, с ребёнком соседей, которым не приходится родственникам, то я бы на месте матери, ну, быть может, конечно, не упекла бы её в психонемиологический диспансер, но своему ребёнку я бы запретила входить в этот дом, а там продолжались такие отношения, добрососедские, очень сердечные, очень такие добрые, не разлива, да, просто, я вот так вот просто думала, что это вообще происходит, а уж когда маленькие девочки на полном серьёзе, как так вышло, что в семье четыре маленьких ребёнка хранится охотничье ружьё, вот, Так вот, когда маленькие дети на полном серьёзе стреляли из этого ружья по своему учителю, просто потому, что это был учитель физкультуры, просто потому, что он иногда говорил некоторым детям, что, а вот тебе надо там похудеть, там, набрать массу или наоборот, и вообще ненависть к какому бы то ни было мужчине, ну, человеку вообще, не только мужчине, это не повод стрелять из него из ружья, они на полном серьёзе в него стреляли, они думали, что они его убили, и даже не терзало чувство, там, стыда, вины, мне это дико, вот, мне это дико, и пока я читала, да, я очень неприятно этому удивилась, у меня брови поползли вверх, ну, я как-то вот смирилась, и вот потом, после прочтения, когда прошло, там, день, два, да, я тормоз, налейте мне ещё, пожалуйста, тормозной жидкости, у меня просто, вот, как вот, пошло, вот этот вот поток неприятия, вот этой книги, я бы, своим детям, её не стала, давай, читать, не смотря на то, что главную героиню здесь, ну, совсем чуть-чуть, но они такое творят, а уж описание их представлений, как происходят половые отношения между мужчиной и женщиной, вот я взрослый человек вроде, ну, не, как бы, не семьи, даже не пятнадцать, и, как бы, я всё знаю, скажем так, меня это так ушибло, вы знаете, а представляете, если вот на Ла Флипе написано, э, детская литература, а представляете, если ребёнок, вот правда, вот мама не почитала сама книгу, а своему ребёнку, а тот ещё не в теме, как вот это всё происходит, и ребёнок читает вот это, вот, представляете, вот я бы, ну, мы взрослые, нам известно, что мы воспринимаем окружающую среду и вообще знания, не так, как дети, но мне кажется, я бы ни одного мужчину, если бы я в детстве прочитала, описала, как происходит в зачатии, да, мне кажется, я бы, когда выросла, я бы ни одного мужчину после этой книги к себе бы не подпустила, может, конечно, ошибаюсь, ну, и так уж вышло, к сожалению, что заканчиваю я своё видео, книга, которая тоже на меня не произвела подозрительное впечатление, автор Катажина Грохоля, я прошу прощения, если я неправильно пронесла, называется «Никадорой жизни». Это единственное в моей памяти случай, когда я, у меня с самых первых стрелок не сложилось отрицательное отношение к главной героине, и это отношение потом не изменилось в протяжении чтения. Сюжет здесь такой. Женщина внесапно удивляется, почему этот её ушёл муж, и, собственно, переживает на протяжении всей книги этот уход, этот разрыв, и обвиняет в своей неудавшейся жизни абсолютно всех подряд, родителей, брата, того же самого мужа, кого угодно, но только не себя. При том, что она не произвела на меня впечатления профессионально компетентного человека. И она внезапно решила построить дом, и вот в этом вся книга, как она переживает эту ситуацию, как она строит дом, и, собственно, это больше похоже на поток рефлексии, чем на целостную книгу. Ну, и так как автор книги польская, у неё польское гражданство, она, конечно, не смогла не проигнорировать тему русских. То есть, здесь есть такие вот нападки, намёки, какие мы растяки, растяки. Я пока читала, я порадовалась, что не все страны такие злопамятные, как Польша, потому как в противном случае мира на земле вообще никогда бы не было, мы бы все долго уже уничтожили бы. Она, между прочим, тоже есть за что на Польшу обижаться. Это так уже накипевшим. Мне кто-то сказал, что Катаржина нравится даже больше, чем Хмелевская. Ну, Хмелевская тоже героиня. Хмелевская героиня более положительная, более юмонистическая ситуация. Они тоже такие, они, да, простенькие, но не очень такие весёлые, позитивные, хочется улыбаться, глядя на них, а здесь я сидела и просто вот читала, тем больше грустнила, 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 потом совсем затосковала. Она не произвела на меня впечатление хорошее, ни как человек, ни как герой, она вообще никак не называется, совершенно плоская, односторонняя, никак она не произвела на меня впечатление как компетентный человек в своей профессиональной деятельности, она непроизванная иметь впечатление как какой-то трудолюбивый человек, то есть другие за неё делают её работу, а она сидит, развлекается и похохатывает. Вот, ну, уж какая же она, я вообще молчу, я молчу, из женской солидарности молчу, вот такой был поток разгниванного читателя, я постаралась как могла смягчить краски, но я шустала как-то это были все книги, которых я хотела вам сегодня рассказать, пока-пока и до скорых книг.